Доброго времени суток подписчики и гости моего канала, с вами Дмитрий Тетерин и тема сегодняшнего нашего общения это работа с возражениями и сила аргумента. Не секрет, что люди следящие за своим здоровьем сталкиваются с проблемой выбора того или иного продукта для себя или своей семьи. Ведь рынок биологически активных добавок или как его сейчас называют смартфуд, умное питание, сегодня очень богат и разнообразен. Именно поэтому я являюсь подписчиком ряда сайтов и одним из моих любимых сайтов является Consumer Lab. Я вам рекомендую тоже обратить внимание на этот сайт, потому что он очень-очень давно работает на международном рынке и внизу под видео есть ссылочка прямо на него. То есть вы можете зайти туда, зарегистрироваться и получать информацию о всех новинках медицины, о последних достижениях в области биологически активных добавок, получать результаты тестов независимых лабораторий и исследований, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире и чтобы не попасться на удочку каким-либо проходимцам, предлагающим вам тот или иной товар. Итак, по каким критериям мы будем делать оценку продукта? Ну, в первую очередь это соотношение цены и качества продукта. Второй момент это доверие к производителю продукта и насколько полно представлена информация у производителей на этикетках баночек. И третий пункт это ассортимент продукта, то есть есть ли продукты предназначены под разные задачи. Буквально на днях в одной из социальных сетей пишет мне дистрибьютор одной сетевой компании, там, Дмитрий, добрый день, нашел вас в группе по здоровью. Я так понимаю, что вы человек, активно занимающийся спортом, следящий за своим здоровьем. Я вот представляю компанию, в которой есть биологически активные добавки, которые, возможно, будут вам интересны. Я говорю, да, конечно, я такой вот активный, целеустремленный человек, слежу за своим здоровьем. И, естественно, мне интересны биологически активные добавки. И в процессе переписки выяснилось, что этот человек в другом городе. То есть я походил по его страничке, посмотрел, чем он занимается. Кстати, в чем прикол, то что этот человек не зашел на мою страничку и не изучил ее досконально. И при встрече со мной был сильно удивлен. Через несколько дней мне предстояло быть проездом через тот город, в котором живет данный дистрибьютор. Я ему написал, ты знаешь, я буду проездом и готов с тобой встретиться и пообщаться. И меня интересует в данный момент конкретно Омега-360. У тебя есть что-нибудь? Он говорит, да, конечно, есть. Я говорю, замечательно. Давай сделаем таким образом. Мы с тобой встретимся. Ты расскажешь, что есть у тебя. Я тебе расскажу то, что принимаю я. Если то, что предлагаешь ты, для меня будет более интересным, я стану твоим клиентом. Окей, окей, по рукам, по рукам. Ударили по рукам в интернете заочно. Еду через город, заезжаю специально к нему, встречаемся, начинаем общение. Ну, в общем, попили чаю, познакомились. Я говорю, ну давай рассказывай, что там у тебя. Он говорит, вот у меня вот это вот, Омега-360. Я говорю, ну здорово, классно. Давай посмотрим, что за Омега. Читаем состав. Я говорю, замечательно, классный продукт, хороший состав. Вижу, что да, соответствует тем нормам, к которым я привык. Вот, что касается производителя. Я говорю, ну давай посмотрим, вот производитель у тебя здесь написан. Подскажи, пожалуйста, а есть у этого производителя сайт в интернете? Можешь поискать? Ну, он полез искать. Искал, искал, искал. Так мне сайт производителя не нашел. Все показывал, сайт своей компании. Я говорю, ну замечательно. Давай посмотрим, что у меня, чем я пользуюсь. Вот смотри, вот я пользуюсь вот этой вот Омегой. В принципе, если мы берем состав, состав идентичный. Ну, там разница буквально в несколько миллиграмм. Вот, что касается сайта производителя, то давай зайдем, посмотрим на сайт производителя. Сразу же захожу на сайт производителя, показывая ему то, что фирма широко представлена в интернете. Natural Factors вообще фирма, которая 50 лет занимает первое место на рынке Канады по оценкам потребителей. То есть, это бренд номер один в Канаде. Ну, когда перешли к ценовой политике, я говорю, сколько твоя баночка стоит? Он говорит, баночка стоит там чуть больше 1000 рублей. Я говорю, окей, смотри, у тебя здесь 90 капсул, у меня 240 капсул. Вот, то есть, естественно, что 150 капсул плюсом, это, в общем-то, довольно-таки привлекательное предложение. И по ценовой политике, мой продукт, который я употребляю, на 6 долларов дешевле, чем тот продукт, который он мне предлагает. Ну, естественно, он говорит, а какое там, ну, вообще, вот, а качество? Я говорю, ну, давай еще на тему качества хочешь поговорить, не вопрос. Смотри, видишь вот этого человека? Вот, этого человека зовут доктор Майкл Мюррей. И здесь на баночке написано, доктор Майкл Мюррей рекомендует. Я говорю, если ты обратишься в свою компанию, то там есть такая замечательная книжка, называется Майкл Мюррей «Жирные кислоты и ваше здоровье». Была издана, по-моему, в 1999 году, то есть, очень такая книжка активно используется у вас. Но дело в том, что я просто посмотрел, чем занимается данный человек в интернете, и поскольку хорошо ориентируюсь в данной тематике, был подготовлен как раз с аргументами для того, чтобы с ним общаться. Я говорю, смотри, есть ли книжка, которая активно пропагандируется вашей компанией, Майкл Мюррей. И Майкл Мюррей в данном случае представлен на баночке. То есть, Майкл Мюррей – это бренд, лицо компании Natural Factors. Это известнейший диетолог, доктор, который дает рекомендации, советы по различным вопросам здравоохранения. Очень известный, очень популярный человек не только в Соединенных Штатах Америки, но и за ее пределами. Скажи, пожалуйста, возникает ли у тебя сомнение в качестве данного продукта? Смотрю, что-то товарищ у нас как-то вот мозги у него зашевелились, закипелись. Я говорю, окей, убираем эти баночки. И что касается, допустим, ассортимента. У меня есть варианты 120 капсул, 240 капсул. То есть, я могу через сайты заказывать там Омегу 100 капсул, 50 доз. То есть, могу заказывать вегетарианскую Омегу. Могу заказывать, например, фирма Minamino Trish. Эти ребята вообще очень интересные. Они заявляют, что если кто-то найдет Омегу более высокого качества, чем у них, там по пяти основным критериям, то они полностью возвратят стоимость продукта, потраченного в их компании. Ну, то есть, довольно-таки смелое заявление, но раз работают давно и долго, видимо, у них все хорошо. То есть, очень большой выбор Омеги. Я говорю, друг, смотри, то есть, у меня есть варианты выбора Омеги. А у тебя какие варианты есть? Вот у тебя вот есть Омега. А что у тебя есть еще вот по этой Омеги? Какие есть варианты? Ну, у нас есть еще 30 капсул. Я говорю, ну, то есть, 30 капсул и 90. Ну, наверное, это круто. Это, наверное, действительно большой выбор. Вот, товарищ сидел, думал, 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 думал. Тут я решил еще такой очень сильный аргумент ему привести. Я говорю, смотри, вот я покупаю через интернет-магазин вот данный продукт Омега-3. И мне в подарок дают еще коэнзим Q10 к этой баночке. Бесплатно, абсолютно бесплатно. То есть, коэнзим Q10 в дозировке 100 миллиграмм 60 капсул. В вашей компании есть коэнзим Q10? Он говорит, да, есть коэнзим Q10. Я говорю, сколько стоит? Он говорит, 36 долларов, по-моему, он мне назвал. Вот я говорю, а сколько миллиграмм? Сейчас посмотрю, залазит в каталог, смотрит, там 100 миллиграмм. Я говорю, я правильно понимаю? 100 миллиграмм, а у тебя 30 миллиграмм. 60 капсул и 60 капсул одинаково. Ну да, одинаково. То есть, получается, что мне фактически подарили 36 долларов умножить на 3. То есть, вот такой вот подарок. Что касается, допустим, самого состава продукта. Здесь вот написано, что коэнзим Q10 в масле рисовой муки. Что повышает его отсорцию всасывания на порядок по сравнению с сухим продуктом. То есть, понимаешь, о чем я говорю? Он говорит, ну да, понимаю. Я говорю, как ты думаешь, какое предложение более интересно? Два продукта за 30 долларов. Два продукта ты получаешь. Здесь 240 капсул против 90 и плюс 60 капсул в подарок. Это интересное предложение? Он говорит, ну да, интересное предложение. Я говорю, окей. Давай посмотрим, я сейчас тебе покажу сайты этих производителей. В общем, показал я ему сайты производителей. Показал, что фирмы очень широко представлены в интернете. Хорошее наполнение сайтов. То, что у этих фирм есть продукция под разные задачи. То есть, есть омега и там с альфа-липоевой кислотой, и с маслом огуречника. И тут вдруг смотрю, товарища, как будто бы подбросила на полметра от стула. Такое чувство, что он что-то вспомнил. И он мне задает вопрос, от которого я чуть со стула не упал. Попрос звучит следующим образом. Растворяет ли ваша омега пенопласт? Я говорю, здорово, очень хороший вопрос. Причем я был к нему готов. Он говорит, наша омега очень высокого качества, поэтому она растворяет пенопласт. Я говорю, окей, давай посмотрим, действительно ли это так. Заходим с ним вместе в интернет, заходим на специализированные форумы. Я уже специально сделал закладочки, показал ему на английском языке с переводом, показал на специальных медицинских сайтах. Зашли в Consumer Lab. Представляете, в Consumer Lab прям вот черным по белому написано, что растворение омегой пенопласта не является показателем ее качества и вообще никакого отношения к качеству не имеет. Поэтому, обращаясь специально к врачам, к дистрибьюторам разных компаний, которые используют пенопласт, специально привез пенопласт, чтобы вот так вот его достать и заявить на весь интернет. Растворение омегой пенопласта – это, скажем так, лохотронский трюк, который используется, когда уже нет вообще никаких аргументов, и человеку уже нечего сказать, и он проделывает такой фокус. Берет пенопласт, крошит его в воду, капает туда омега, говорит, смотри, пенопласт растворяется, значит, наша омега качественная. Ребят, никогда этого не делайте. Врачи, перестаньте позорить свою репутацию, перестаньте показывать свой непрофессионализм. Не нужно дистрибьюторам своим показывать такие опыты, они очень, скажем так, негативно влияют на людей адекватных, которые в состоянии здраво оценивать, является ли данный опыт показателем качества вашего продукта. Товарищ смотрит на меня, у него глаза такие, голова вот такая от информации, смотрю, что-то там кубатурит, кубатурит, думаю, хорошо, окей, раз уж у нас сегодня тема сила аргумента, окончательный аргумент, я говорю, смотри, я тебе предлагаю омегу, омегу, две баночки, получится 100 доз, абсолютно идентичных твоим 90 дозам, по цене всего лишь 2 доллара против твоих 36, он говорит, это как? Я говорю, очень просто, сейчас идет акция, можно купить эту омегу за 1 доллар за банку, но чтобы получить такое же количество, придется брать 2 банки, то есть 36 разделить на 2, получается в 18 раз выгоднее, окей, еще бывают акции, когда эту омегу у нас на сайте, ну, то есть какие-то компании проводят промо-акции, они просто дарят эти баночки, то есть мы их просто закидываем в посылку, либо платим за них какие-то символические суммы, буквально полдоллара, и такое часто происходит, ну, я уже тебе говорил, что сейчас идет акция при покупке омеги 240, в подарок идет коэнзим Ко-10, товарища кубатурине в голове завершилось, он говорит, что мне нужно сделать для того, чтобы стать вашим клиентом, то есть это очень хороший, правильный вопрос здравомыслящего человека, через 10 минут мы уже оформили ему заказ, и я думаю, что в ближайшие несколько дней, там, 10 дней, человек получит посылку и будет очень-очень доволен тем, что он сделал и правильно принятым решением. Итак, друзья, с вами был Дмитрий Китерин, тема сегодняшнего нашего общения была «Сила аргумента», подписывайтесь на мой канал, если данное видео было вам полезно, всего хорошего, пока-пока!